Здравствуйте, господа! Сегодня новый выпуск касательно крафта. Разведцентр, третий уровень. И ещё раз напоминаю, что... Чтобы узнать, что на каком уровне открывается в разведцентре в плане крафта, можно смотреть в моём плейлисте, посвящённом прокачке убежища. Там я подробно рассказываю, что на каком уровне появляется. Но теперь приступим. Ну что могу предложить, господа? В разведцентре крафта немного. Первый это крафт военного беспроводного передатчика. Он делается из пауэрбанка, телефона и, опять же, военной печатной платы. Я его ни разу не делал, а если делал, то один раз для квеста. Ну вот, так, по-моему, делается он очень долго, поэтому не знаю, насколько... Ну, 86 тысяч стоит, это, по-моему, самый... Только если для квеста делать или для улучшения убежища. Но вот я не помню, чтобы убежище он был нужен. Хотя, может быть, в разведцентр. Не знаю, честно. Но не самый выгодный и удачный крафт. Далее у нас идёт терзотельный накопитель VPX. Он нужен по квесту, насколько помню. Он нужен для крафта... Он участвует в крафте видеокарты. Ну и для этого нам надо сломанный смартфон, SSD-диск и три оперативной памяти. Крафтить эти накопители для того, чтобы крафтить потом видюхи, нет. Не выгодно, потому что проще его покупать по 100 тысяч, и это будет окупаться. А остальные компоненты находить, например, в рейде. Поэтому 41 часть, он очень долго крафтится. По-моему, не выгодный крафт, если в каких-то целях его использовать, кроме убежища или по квестам, если он нужен. Вот, для себя абсолютно бесполезно. Вот следующий, более-менее адекватный крафт. И, опять же, флешки нужны вам будут по миссии. Вот, неоднократные егеры нужны, и лыжнику. SSD-диск, телефон и сломанный телефон делают вам три флешки. 31 час на это потратится, если у вас всё никак не получается найти флешки в компьютерах, то, пожалуйста, берите на вооружение. У предметов, которые вы крафтите, появляется галочка, найдена в рейде. Вы можете их как продавать, так и сдавать по миссиям, использовать в прокачке убежища. Следующий, компонент-считыватель. Я его не делал, ничего сказать не могу, но если посмотреть по компонентам, достаточно затратный крафт. Но крафтится 32 минуты. Давайте посмотрим, сколько он стоит. Он стоит 28 тысяч, через то, сколько стоит лапкарта, сколько стоит программируемый процессор VIRTEX, который, кстати, нужен, по-моему, будет, если я не ошибаюсь, в дальнейшем. Ну и маячок не совсем удобно. Дальше у нас идёт видеокарта, которая нужна для биткоин-фермы, нужна для квестов, нужна на продажу. Если у вас все 50 слотов биткоин-фермы заполнены, как, например, у меня сейчас 48 или 49, я могу, 49, мне нужна последняя, я сейчас её запущу. Вот здесь надо две печатных платы, один процессор, два кулера и один тот самый твердотельный накопитель, который стоит 130 тысяч в среднем. Ну вот, за 34 часа вы получаете видеокарту. Ну, я не только их крафтил, я ещё приносил. Переходим дальше. Программный процессор VIRTEX, насколько я помню, если не ошибаюсь, нужен миротворца по заданию или механику, но, скорее всего, миротворца. Вот, я его крафтил. Военная печатная плата необходима. Две военных печатных платы, два процессора и пять конденсаторов. 34 часа. И, пожалуйста, в рейдах я его, например, не находил. Для выполнения задания я его крафтил. Больше мне он нигде не нужен. И последняя, последний крафт, который есть, длится 28 часов 49 минут. Это три флешки превращаются в одни разведданные. За разведданные можно посылать, никаких ни разу этого не делал. Разведданные можно продавать. Ну и, собственно говоря, по-моему, по заданию тоже нужны разведданные и нужны данные для прокачки разведцентра. Всё это можете узнать в соответствующих роликах у меня на канале, посвящённых убежища, посвящённых миссиям. Ну и, собственно, всё из самых необходимых крафтов, которые я использую здесь, на данный момент, это видеокарты. Для миссий нужны флешки, для миссий нужны вертексы, передатчик. Нужен для прокачки убежища для миссий. Нужны разведданные. Ну и, собственно, всё. На этом я заканчиваю. И следующий выпуск будет посвящён пищеблоку, крафту в пищеблоке. Я запускаю старт видеокарты. И с вами прощаюсь. Пока, господа. Субтитры создавал DimaTorzok